Масочный режим на территории региона все еще действует. И сейчас маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах – действенный способ избежать заражения. Использовать средства защиты обязаны кондукторы и пассажиры автобусов и троллейбусов. Как они соблюдают этот пункт регионального указа, проверили сотрудники Минтранса. Подробности расскажет Арина Аксенова. На средства необходимо заходить в средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, оденьте маску. Маску оденьте. Сегодня об элементарных правилах поездки в общественном транспорте в период пандемии пассажирам напоминают специалисты регионального Минтранса. А вообще каждый день эту миссию берут на себя кондукторы. Правда, у них нет полномочий заставить пассажира носить маску. Пока ограничиваются вот такими листовками. Ситуации возникают разные. Пассажиры бывают даже неадекватно ведут себя, когда им предлагают использовать маски. Начинают, как говорится, свои видения показывать. И какие-то там, допустим, на источники ссылаются в интернете. В интернете не смолкают баталии. Диванные юристы уверяют, масочный режим – вопиющее попирание прав и свобод человека и гражданина. А между тем, если уж говорить о праве, указ губернатора о введении режима повышенной готовности никто не отменял. И вот она, та самая статья – 5.3. Использовать средства индивидуальной защиты во всех видах транспорта общего пользования. Впрочем, аргументы противников масок обрастают все новыми подробностями. Сборник за разы. Даже за полтора часа, да. У меня дочка работает. Они проверили, сколько там собирается всякой бяки. Ну, носим, расположим. Есть, конечно, и те, кто средствами защиты не пренебрегает и другим не советует. Дочка не верила в ковид, пока не попала в больницу. Вот так. Как сейчас у нее здоровье? Слава Богу. Нормально? Да. А теперь маску носит? Ой, еще как. В принципе, логику масочных рецидивистов я в целом понять могу. Ехать мне в автобусе было жарко, душно и некомфортно. Но все-таки это небольшая цена за собственное здоровье. А заплатить реальную цену за отказ от ношения маски в транспорте очень даже можно. Соответствующая статья административного кодекса уже вступила в силу. Административным кодексом предусмотрена ответственность за нарушение требований по ношению масок в салоне транспортных средств. Размер штрафа составляет от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Сегодняшний рейд был скорее профилактическим. Но уже со следующей недели Минтранс вместе с полицией планирует проверить пассажиров снова. На этот раз протоколы на нарушителей будут составлять на месте и отправлять в мировой суд, который и определит размер штрафа. Арина Аксенова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.